Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Сегодня я вам хочу показать партию, сыгранную чемпионом мира Магнусом Карсеном на чемпионате мира по Блицу и Рапиду. В этой партии его противником был хорватский игросмейстер Басовочич Марин. Он начал игру ходом Е4. После начальных ходов на доске возникла позиция сицилианской защиты. Обычно я так играю вариант ускоренного дракона. Но Белый своим очередным ходом развивает слона на поле Б5, что характеризует систему Росалима. Черный тем временем фенкетирует слона на большую диагональ, откуда он будет воздействовать на центр. Белый разменивается на поле С6. С одной стороны портит черным пешечную структуру. С другой стороны теперь у черных преимущество двух слонов. Дальше Марин пошел Д3. Черный развивается. Белый играет Х3, препятствуя выходу слона на поле Ж4 с неприятной связкой. Магнус Карсон сыграл Конь Ф6. Развивает фигуру в центр. Белый делает то же самое. И вот здесь следует стандартный ход Конь Д7. Идея этого хода заключается в том, что черные хотят пойти Е5 и прочно завладеть центральным полем Д4. Для этого они отвели Коня, поскольку если пойти сразу Е5 на предыдущем ходу, тогда Белый просто выиграет пешку. После хода Конь Д7 в партии, Белый пошли слон Е3. Развивает фигуру. Оказывает давление на пешку С5. Черный захватывает пешками центральное поле Д4. Белый играет Ферзь Д2. Подготавливая рокировку в длинную сторону, а также намечая размен чернопольных слонов. Поскольку черные в дебюте в какой-то степени ослабили эти черные поля ходом Ж6. Соответственно, Магнус Карсон препятствует разменной операции Белых. Играет А6. Белый рокирует. И здесь черный укрепляет пешку на поле С5 для того, чтобы освободить коня от оборонительных функций. Дальше Магнус планирует перевести коня в район поля Е6. И либо прыгнуть на Д4, либо прыгнуть на Ф4. Белый в свою очередь пытается вскрывать королевский фланг. Пытается добраться до неприятельского короля. Черный продолжает свой план. Белый играет Х5. Ясное дело, что брать на Х5 плохо. Поскольку в этом случае в белых открывается линия Аж для ладьи. Поэтому Магнус играет здесь Ж5. И ходом Конь Е2 белые намечают перевод коня на поле Ж3. Для давления на ослабленное белое поле Ф5. Черные сыграли Конь Е6. Белые переводят коня в район поля Ф5. Здесь заслужил внимание ход Конь Х2. С идеей надвигать пешки на королевском фланге. Расчищает этот участок доски. И в общем-то нужно пытаться добраться до Черного Короля. После примерного Конь Д4 на доске обоюдоострая позиция получалась. В партии Ж Марин пошел Конь Ж3. Магнус Карсон играет Конь Ф4. Нападает на пешку Ж2. И белым лучше всего было защитить эту пешку ладьей. Здесь после рокировки Черных в короткую сторону. У Черных небольшой перевес. Связанный с пространственными завоеваниями. И с сильным конем на поле Ф4. В партии был сделан неудачный ход Конь Е1. Белый просто отводит фигуры назад. Разъединили ладьи. И Магнус играет Слон Е6. Он развивает слона. Давит на пешку А2. Белый играет Король Б1. Эту пешку защищает. Черный играет Ферзь Д7. В принципе готовят рокировку в длинную сторону. После продолжения Конь Ф1. Как бы создается угроза Ж3. Но если присмотреться к позиции. То никакой угрозы нет. Поскольку даже если Белый забирает на Ф4. Тогда Черный берут пешкой. И Слон Белых отыгрывается. Легкая фигура отыгрывается. И у Черных все в порядке. Поэтому Магнус смело рокирует. Белый играет здесь Ж3. Уже заслуживал внимания продолжение Ф3. Пытаясь строить окопы. Но после хода Ж3. Черный смело вскрывает линии. Здесь соперник Магнуса пытается сделать фурточку для слонов. Чтобы все-таки побить на поле Ф4. Магнус сменяется на Е4. Вскрывает линии для своих тяжелых фигур. И выясняется, что если теперь забрать Коня на Ф4. Тогда Черные берут пешкой Е. На отступление слона. Забирает на Ф3. И как мы видим. Брать пешку на Ф3 плохо. Поскольку после Коня Ф3 следует Ферзь Д5. И если Конь отступает, тогда Черные ставят мат 2 хода. Соответственно, пешку брать на Ф3 Белым нельзя. Но тогда непонятно, что делать. Все их фигуры стоят на первом ряду. Черные начнут вскоре надвигать свою пешечную лавину. И, в общем-то, эта лавина сметет все на своем пути. Здесь как бы у Черных явный перевес. Так что в партии Белые поменялись на Е4. Черные отступили на Ф7. Ну и после отступления Ферзя. Магнус играет Конь Е2. И становится ясно, что Ферзь Белых попался. Поэтому хорватский гроссмейстер в этом положении признал себя побежденным. Какова же причина поражения Белых в этой партии? В какой-то момент в Миттельшпиле они очень долго топтались на месте. Вот эти ходы конями на Е1. Потом отступление коня на Ф1. У Черных получается огромный перевес в развитии. Ну и естественно, что это сказалось в дальнейшей партии. В общем, если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на обновление канала. Ну и до скорых встреч в новых видео.